Василий Шверубович родился в Вильне, ныне, в Вильнюс, Литва, в семье священника Иоанна Шверубовича, настоятеля Никольской церкви, из белорусского шляхетского рода, дядя, Хрисанф, тоже священник, имел намерение убедить своих прихожан в том, что, имея веру хоть в горчичное зерно, можно приказать горе сдвинуться, и она сдвинется, убедить, сотворив чудо, В этой своей попытке потерпел фиаско из-за смущения верующих был заточен на три года в монастырь со строгой эпитемией, мать происходила из хорошей полупольской, в девичестве, воржиковской, полулитовской, гинтов по матери, но давно обрусевшей православной семьи, кроме Василия, в семье было еще два сына Анастасий окончил юридический факультет Петербургского университета и служил в Привесленском статистическом управлении главным статистиком, и разум избрал военную карьеру, служил в малороссийском Драгунском, а позже в Приморском Драгунском полку, которым он под конец своей службы командовал Василий учился в первой Веленской гимназии одновременно с Ф. Э. Дзержинским В одном выпуске с ним был бы Гарриев, одноклассник и неразлучный друг, Константин Галковский, впоследствии литовский композитор Константинас Галкоускас Гимназистом Шверубович участвовал в любительских спектаклях и приобрел репутацию декламатора и актера Очень любил петь гимны своего дяди Хрисанфа и исполнял их на какой-то им самим выдуманный мотив и с карикатурно-белорусским акцентом, которым хорошо владел, и мог не только говорить, но и читать с акцентом стихи Одним из его номеров было исполнение монолога Чацкого-Гродненским семинаристом Сам он только к окончанию гимназии в Петербургском университете с трудом избавился от этого акцента, окончив гимназию в 1894 году Он поступил на юридический факультет Петербургского университета В 1896 году на студенческих каникулах играл вместе с В. Ф. Комиссаржевской во время ее гастролей в пьесе Г. Зудермана «Бой бабочек» Позднее выступал в Вильне и Ковне на гастролях Московского художественного театра В Санкт-Петербурге в 1896 году Качалов стал актером в Театре литературно-артистического общества Фактическим владельцем которого была С. Суворин, 1834-1912, владелица и редактор газеты «Новое время» По одной версии, именно Суворин придумал сценический псевдоним Качалов, заменивший, неблагозвучную, фамилию актера По другой версии сам Шверубович Случайно прочитав в петербургской газете «Некролог» Н. Н. Качалова, бывшего губернатора Архангельской губернии Решил взять его фамилию, а в дальнейшем познакомился с его сыном Также Н. Н. Качаловым, супругом актрисы Елизаветы Тимми, и рассказал ему эту историю Качалов играл на провинциальных сценах в гастрольной труппе в П. Далматово, в труппе «Товарищество М. М. Бородаев» в Казани и Саратове 1897-1900 По воспоминаниям сына, он имел немалый рост, 1 метр, 85 сантиметров, но был худ, бледен, брит, близорук, узкоплечь сравнительно с гигантами старшими братьями В 1900 году Качалов был принят в труппу художественного театра, где дебютировал в роли берендевы «Снегурочки» А. Н. Островского Поначалу он довольствовался эпизодическими ролями, чуть позже уже дублировал К. С. Станиславского в ролях Тригорина и Вершинина в пьесах А. П. Чехова «Чайка» и «Три сестры» И в течение нескольких лет стал одним из ведущих актеров театра Уже в 1905 году в одном из писем Станиславский писал о том, что как актер был вынужден уступить первенство Качалову Среди его лучших работ дореволюционного периода Чеховский и Тузенбах, Петя Трофимов и Иванов, барон в пьесе М. Горького, на дне, Иван Карамазов и Николай Ставрагин В инсценировках романов Ф. М. Достоевского Обладая неотразимым сценическим обаянием, пишет Инна Соловьева, чарующим голосом и всеми данными Чтобы первенствовать в традиционном амплуа героя-любовника Обладая также точным юмором и мастерством характерности Обладая, наконец, той нервной тонкостью, обостренностью интеллекта Способностью жить на сцене философской проблемой Которые делали его идеальным исполнителем роли недавно возникшего амплуа героя-неврастенника Качалов всю жизнь совершенствовал себе нечто иное Совершенствовал свое мастерство артиста театра живого человека Который строили создатели МХТ Увлеченный поисками Станиславского и Немировича Данченко Актер не раз отклонял приглашение на императорскую сцену В Москве Качалов вел активную богемную жизнь Серебряного века В рассказы и «Бунина» «Чистый понедельник» Карикатурно изображен пьяный Качалов С бокалом в руки, бледный от хмеля С крупным потом на лбу На который свисал клуб его белорусских волос Сергею Есенину принадлежит известное стихотворение Собаке Качалова Начинающийся строками «Дай, Джим, на счастье и лапу мне» Дружил с Анатолием Мариингофом В его романах «Роман без вранья» и «Мой век, моя молодость» Которые очень биографичны Много написано о Качалове и его семье Окружение «Дружба с М. Андреевой» Привело к тому, что на адрес Качалова Приходили из-за границы директивные письма Для МК РСДРП От его имени шли за рубеж материалы для «Искры» По театральным делам близко сошелся И был дружен с миллионером Тарасовым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова